Всем привет! С вами Денис Кожа. В этом видео рассмотрим, как выносить параметры. Следующее видео выйдет, как только это наберет 100 комментариев без спама. Не забывайте про лайки и подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Для того, чтобы потом в графике можно было легко изменять параметры данных веток, либо если это будет использоваться где-то еще, мы можем вынести несколько параметров, таких как, например, вот эта форма. Если мы будем изменять ее размер, меняя Scale, то мы получим разные варианты данных палочек. И это очень интересный вариант для того, чтобы его вынести. Нажимаем просто вот здесь на вот эту кнопку Expose, и здесь выбираем New, чтобы задать новое имя параметра. И здесь я напишу Tweak Scale. Надо давать нормальные и уникальные имена, чтобы потом можно было с этим дальше работать. Удобно. Все, теперь нажимаем ОК, и заметьте, здесь больше этого параметра нет, и вот эта кнопка загорелась синим цветом. Это означает, что мы вынесли параметр на основной график, и теперь если в пустом месте два раза кликнуть, то у нас появится вот эта стрелочка Input Parameters, и вот он наш Scale. Здесь давайте изменим Label на Tweak Scale, чтобы нам вот здесь было понятно, о чем, о каком масштабе идет речь. И дальше, если мы поставим значение на 0, то эта ветка пропадет. И я не хочу, чтобы такая возможность была у человека, который будет редактировать график. Здесь я могу поставить Clamp, это ограничитель. Нажимаем значение True, и минимальное опустим до 0.45. На мой взгляд, это минимальное необходимое значение для того, чтобы получить данную ветку. И максимальное будет 1. Но то, которое мы оставляем вот здесь по умолчанию, Default, оно будет использоваться в графике. Я поставлю 0.85, например. Все, теперь мы настроили вот этот параметр. У нас есть варианты также изменить тип редактора. То ли он будет цифрами вводиться, то ли это будет просто вот как такая же кнопка. Если Boolean выбрать True или False, если с текстом работают, то String. И здесь из вариантов Slider, это вот как мы сейчас использовали. Angle, это угол, как вы помните. Был при повороте, например, разделяя карты. И ColorGrayScale, это черно-белый градиент. Но в данном случае мне нужен слайдер. Поэтому все оставляю по умолчанию. И теперь было бы хорошо вынести вот этот параметр. Трансформация 2D, чтобы у нас была возможность всегда вот так как-то редактировать форму веток. И для того, чтобы его вынести, нам нужно вынести вот эту матрицу. И для этого также нажимаем на вот эти функции, параметров. Нажимаем вынести, expose. И здесь также зададим новое имя, более уникальное. Напишем Tweaks, чтобы было понятно, о чем идет речь. Нажимаем ОК несколько раз. И нам также надо вынести вот этот параметр Offset. Здесь тоже нажмем expose. Новый. И в самом начале я напишу Tweaks, нижнее подчеркнение Offset. И нажимаем ОК. Теперь они отсюда тоже пропали. Переходим двойным кликом в основание графика. Здесь я тоже напишу имя Tweaks, чтобы везде было одинаково. И далее я не хотел бы, чтобы люди сразу видели вот эту вот матрицу и Offset. Если мы нажмем на вот этот глазик, то видим вот этот большой набор параметров, как он будет выглядеть на самом графике. И вот эти два я бы хотел спрятать, чтобы у человека был просто 2D вот этот манипулятор. Чтобы это сделать, каждому из них надо задать группу. Во-первых, я лейбл сделаю такой же, как в идентификаторе. А группу сделаем, например, трансформация. Transform. Одна. И видите, она теперь начала подписываться группой. И вторая группа тоже Transform. Все. Теперь, когда мы объединили их оба в группу, нажмем теперь на preview. На вот этот глазик. Видите, у нас сделалась отдельная вкладка, которая не видна при открытии данных параметров. И это то, что я хотел. Вот так выносятся параметры в Substance Designer. На протяжении вашей практики вы познакомитесь еще с другими вариантами. Но это те самые основы, которые необходимо понимать. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их. Следующее видео выйдет после того, как это наберет 100 комментариев. Ставьте лайки и до встречи в следующих видео. Хорошего настроения. Пока.